Здравствуйте! Откуда берутся фантастические цифры в ваших платежках? Как понять, обманывает ли вас управляющая компания? Как научиться разбираться в начислениях за жилищно-коммунальные услуги? В эфире Центр защиты прав граждан и хороший вопрос. Как разобраться в своей платежке за коммуналку? Более чем 70% случаев квитанции за ЖКУ содержат те или иные нарушения. Одни могут быть заметны сразу, другие скрыты и завуалированы. Иной раз даже специалисту в сфере ЖКХ требуется время для анализа и проверки платежки. Как же обычному человеку научиться читать квитанции и не дать себя обмануть? Хороший вопрос. Давайте разберемся. Для начала давайте разберемся, как же выглядит правильная квитанция на оплату жилищно-коммунального хозяйства. И тут же мы сталкиваемся с главной проблемой. В порядке расчетов и начислений нет единообразия. Да-да, на законодательном уровне не утверждена единая форма платежной квитанции, а лишь содержится рекомендованная форма. Требования к платежкам мы можем найти в постановлении правительства Российской Федерации. В квитанции должны быть указаны сведения о плательщике, фамилия, имя, отчество собственника, нанимателя, сведения об исполнителе услуг, наименование, местонахождение, банковские реквизиты для осуществления платежа, другие контакты, базовая информация, указания об оплачиваемом месяце, площади квартиры, количестве проживающих и тому подобное. Расчет размера платы за содержание жилого помещения, коммунальные услуги и взносы на капремонт. При этом расчет ведется отдельно по каждой предоставленной услуге с обязательным указанием применяемых тарифов, объема каждой предоставленной услуги, размерах применяемых коэффициентов. Также в платежке отражены сведения о показаниях коллективных приборов учета на каждый коммунальный ресурс, размеры задолженности или переплаты, сведения о предоставлении субсидий и льгот, иная справочная информация о предоставлении рассрочки, введении нового платежа, изменении тарифа в связи с решениями региональных властей или на основании решения общего собрания собственников и тому подобное. Итак, тарифы делятся на два вида – коммунальные и жилищные. К жилищным относятся тарифы на содержание жилья, общедомовые нужды всего дома. Это самый туманный вид начислений, где УК легко делают приписки. Объем ресурса, холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, газ определяется как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой потребления ресурса в индивидуальных помещениях в ваших квартирах. И эта разница распределяется между собственником пропорционально площади их квартиры. Будьте внимательны. Управляющая организация может использовать в расчетах за содержание общедомового имущества площадь лифтовых шахт, мусоросборников, чердачных помещений, подвалов и технического подполья. Это незаконно и ведет к увеличению платы. Итак, жилищные услуги – это холодное водоснабжение на СОИ, горячее водоснабжение на СОИ, электроэнергия на СОИ, ремонт и содержание. Все эти плодежи в квитанции обозначены как СОИ, то есть содержание общедомового имущества. И вот сейчас давайте разберемся, что входит в плату за содержание общедомового имущества и кто определяет эту плату. Согласно ЖК РФ, размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется собственниками на общем собрании с учетом предложений управляющей организации. Помните, только с собственниками. Важно знать, ни УК, ни органы местного самоуправления, ни органы госвласти не имеют права изменить эту ставку по своему усмотрению. Но, как правило, в ваших платежках управляющая компания ссылается на тариф, утвержденный администрацией. Но это незаконно. Исключение, если собственники жилья не приняли решение о способе управления домом. Тогда действительно тарифы устанавливаются органами местного самоуправления. Но многие об этом не знают. И УК пользуется этим. Проверка правильности начислений по строке содержания жилья сводится к проверке тарифа и соответствию данного тарифа тому, что был утвержден на общем собрании собственников. Надеюсь, с платой за жилищные услуги, СОИ, мы разобрались. Теперь поговорим о коммунальных платежах. Сейчас я расскажу вам, что такое коммунальные услуги. Это услуги, потребляемые лично собственником квартиры. Холодное водоснабжение, холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения, подогрев, водоотведение, отопление, газоснабжение в газифицированных домах, капитальный ремонт, обращение с ТКО отдельной строкой. Тарифы и норматив потребления на эти услуги утверждают уже региональные власти. Стоимость складывается из тарифа, умноженного на объем потребления. Объем коммунального ресурса определяется по показаниям индивидуальных приборов учета. И если счетчиков нет, по нормативу. Если квартира оборудована индивидуальным прибором учета, посчитать стоимость услуги не составит труда. Она складывается из объема потребленного ресурса, умноженного на установленный тариф. Завышение регулируемых государством цен является серьезным правонарушением. Поэтому УК вряд ли будут воровать за счет подмены или завышения тарифа на коммунальные услуги. Но на коммунальных тарифах недобросовестные ЖЭК тоже научились зарабатывать. Это происходит за счет манипуляции с объемом предоставленной услуги. Как показывает практика, больше всего нарушений связано с платой за отопление. Об этом и поговорим более подробно. Если в квартире отсутствует счетчик на отопление, то объем услуги определяется по нормативу. Если счетчик установлен, то для определения объема услуги берется среднее значение потребления тепла в месяц за прошлый год. Махинации зачастую состоят в том, что вместо среднего значения УК применяет норматив, значение которого обычно завышено в два или три раза. Для проверки правильности начислений необходимо вычислить среднее значение потребляемого объема тепла в месяц. Для этого надо знать общее количество тепла, потребленное домом в прошлом году, и разделить это значение на 12, если начисление производится в течение года, или на количество месяцев отопления в году. Запомните, данные о показаниях общедомовых приборов учета должны быть указаны в квитанции. Поэтому для определения объема тепла, потребленного МКД, в прошлом году, надо изучить квитанции за прошлый год. Если УК не указывает квитанции значения общедомовых счетчиков, то необходимо обращение в ГЖИ и требовать приведения платежного документа в надлежащий вид. Важно знать, УК обязана вести журнал показаний общедомовых приборов учета и предоставлять его потребителю по требованию в течение одного рабочего дня со дня обращения. Также УК обязана обеспечивать сохранность информации о показаниях как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета не менее трех лет. При определении объема потребления тепла как индивидуального, так и СОИ используется множество значений, различных площадей, а также применяются другие расчетные величины. Согласитесь, такие загорючки, символы и формы очень сложны для понимания простого человека. Поэтому именно здесь у коммунальщиков появляется возможность манипулирования цифрами. Чтобы проверить правильность расчетов, вам необходимо получить данные о неизменных величинах, присутствующих в расчетах площадей в МКД. Общая площадь квартиры, общая площадь всех жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. Ее размер можно узнать на сайте ГИС ЖКХ, уточнить ВУК, или посмотреть в платежной квитанции. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества. Общая площадь жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых отсутствуют приборы отопления. Откуда собственники жилья, то есть каждый из нас, может узнать все эти данные? Конечно, запросить их в управляющей компании. Откуда еще можно ждать подвоха? Во-первых, от начислений за вывоз мусора. Еще с 19-го года полномочия по вывозу ТБО перешли от ЖЭКов к рекоператору, и коммунальщики были обязаны убрать плату за эту услугу из тарифа на содержание жилья. Вот только некоторые из них сделать это забыли, и люди до сих пор продолжают платить за мусор дважды. Так что если ваш тариф на содержание жилья с 19-го года так не уменьшился, это повод написать жалобу УК. И если это не сработало, обращайтесь в ГЖИ и в прокуратуру. Также зачастую в квитанциях можно увидеть следующие дополнительные строки. За диагностику ВДГО, за консьержа, за охрану, за видеонаблюдение, дополнительные услуги УК. Важно знать, все эти дополнительные платежи могут быть введены в платежку. Но только по вашему желанию, исключительно на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома. Посмотрите сейчас в платежку. У вас есть эти дополнительные услуги? Вы за них голосовали? Нет? Значит, УК собирает деньги незаконно. У вас еще остались вопросы? Боитесь запутаться в многочисленных цифрах и формулах? Не хотите, чтобы коммунальщики и дальше наживались за ваш счет? Тогда специально для вас Центр защиты прав граждан запустил по всей стране проект «Проверь платежку». Только представьте, любой желающий может обратиться в приемную и абсолютно бесплатно проверить свою квитанцию. Грамотные специалисты помогут вам найти и проанализировать нарушения, исключить некорректное начисление из коммунальных квитанций, добиться формирования платежных документов в соответствии с требованиями законодательства, научиться самостоятельно проверять правильность начислений и отстаивать свои права. На сегодня это все. Подробная информация на сайте справедливацентр.рф Получить консультацию можно и лично в Центре защиты прав граждан в вашем городе. Наши центры работают в 72 регионах страны. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на наш ютуб-канал Центр справедливости. Напомню, что программа была подготовлена по материалам кейсов Центра защиты прав граждан и при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Это был хороший вопрос. Как проверить свою платежку? Ну и, конечно же, я, Геннадий Акиншев. Учитесь отстаивать свои права и добивайтесь справедливости. Пока-пока. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok